Аллилуйя Тебя душа моя Да славит Тебя душа моя Да славит Тебя душа моя Да славит Тебя душа Да не уволкает, Господи Боже мой Буду славит Тебя вечно, Господи Боже мой Да не уволкает, Господи Боже мой Буду славит Тебя вечно, Господи Боже мой Да славит Тебя вся жизнь моя Да славит Тебя вся жизнь моя Расслабит тебя вся жизнь моя Расслабит тебя вся жизнь моя Расслабит тебя вся жизнь Да не уполгай, да не уполгай Господи Боже мой Буду славить тебя вечно Господи Боже мой Да не уполгай Господи Боже мой Буду славить тебя вечно Господи Боже мой Расслабит тебя вся церковь твоя Да не уполгай, да не уполгай Господи Боже мой Я буду славить Тебя вечно, Господи Боже мой, да не умолкай. Господи Боже мой, я буду славить Тебя вечно, Господи Боже мой. Церковь теперь вы спойте, да не умолкает, да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, Господи Боже мой, благословено имя Твое, Господь. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя. Благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя. Благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое, благословено имя Твое. Благодарим Тебя, Господь, благоставляем Твоё Святое имя. И боль мою забрали, ты наша надежда, и сердце я всегда благословил Тебя. Ты боль мою забрали, ты наш Бог сегодня, и сердце я всегда благословил Тебя. Потому что ты первый полюбил нас, ты возлюбил этот мир и отдал Своего Сына, чтобы мы имели жизнь вечную, и сердце я всегда благословил Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Не знаю, как оно, но мне уже жарко Будем славить Господа! Аллилуйя! Радость приходит в это место! Шалом Господа! Мир Господа! Тепло приходит в твое сердце прямо сейчас! Аллилуйя! Будем прославлять нашего Господа! Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа! Я буду помнить все Его дела! Я буду петь Ему Аллилуйя! Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа! Я буду помнить все Его дела! Я буду петь Ему Аллилуйя! Аллилуйя! Я буду славить Господа Христа! Моё сердце, моё сердце поёт о нём, О Спасителе дивно моём. Только Он мне даёт покой, Его имя всегда со мной, всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. И когда солнце свет горит, И когда солнце свет горит, Согревая всю землю тепло, Согревая всю землю тепло, Моё сердце опять звучит Иисусу Царю Псалом, Царю Псалом. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Иисусу хвала. Аллилуйя, 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 Слава Тебе наш Бог, Аллилуйя, Аллилуйя. Будем прославлять Господа. А вы готовы? Будем продолжать хвалить Его? Аллилуйя, Аллилуйя. О-о-о, о-о-о, о-о-о. О-о-о, 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 хто гріх і темінь перемагає, хто нас незмінно безмежно любить, Господь Богу ні, ти на царями царь. Хто чудесами людей вражає, і хто обійма цей світ тримає, Господь Богу ні, ти на царями царь. Чудова благода, мене ти полюбив. О, Ісус, ці гріхи за мене на хресті. Відомі, вітаєм своді життя, щоб я свободу мав. О-о-о, тебе прославлю за все, что ты нам дал Кто отродил нас и дав надею, кто сыновил нас и завжди вирный Господь могут, ты на царя митца Кто правит правдой, кто правит правдой, кто справедливый Кто славится, величный, сильный, Господь могут, ты на царя митца Чудова благода, меня ты полюбил, понесу сихи За мене на хресті віддав своє життя Чудова благода, тебе прославлю за все, что ты нам дал О-о-о, о-о-о Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И ты славится, чудовая благода. Меня ты по любви, Понисус сильный киль, За меня на хресте Витам своё життя. Что я свободу возь. Тебе прославлю за все, что ты нам дал. О-о-о, о-о-о, о-о-о О-о-о, о-о-о, оо-о Тебе прославимо Господь Тебе мы славимо Господь Клоняй ему, ступи, клоняй ему, ступи. Клоняй ему, ступи. Клоняй ему, ступи. Мы будем славить, мы будем славить, Иисус наш Господь. Мы пред тобою тебя превосносим, Иисус наш Господь. Он скоро опять на землю кричет, Истинный свет сердца людей навеки притет. Поют города, планета поет, И все, что Он создал на земле, Хвалою живет. Мы будем славить, мы будем славить, Иисус наш Господь. Мы пред тобою тебя превосносим, Иисус наш Господь. Мы будем славить, мы будем славить, Иисус наш Господь. Ты наш Господь. Иисус наш Господь. Иисус наш Господь. Ты наш Господь. Иисус наш Господь. Ты наш Бог. Ты наш Бог. Ты наш Бог. Ты наш Отец. Иисус наш Господь. Мы твои дети. Аллилуйя. Мы славим Тебя Господь. Поклоняемся Тебя Господь. Мы славим Тебя Господь. За Твое присутствие, за Твою руку, за то, что Ты сегодня дал нам, Господь. Дал нам, Господь, прийти сюда, дал нам, Господь, прикоснуться к Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за мир Твой, Господь, за радость Твою, Господь, за то, что Ты наполняешь нас и переполняешь нас Собой. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты нас спас и нашел, Господь. Мы, наверное, не искали Тебя, Господь, мы загоняли Тебя, Господь, своей жизнью, Господь, в угол, Господь. Но Ты стучал, Господь, и говорил, я хочу с Тобой вечерить, я хочу с Тобой быть, Господь. Открой двери своей, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты наш Бог и нет другого Бога, за то, что Ты помиловал, Господь, за то, что Ты на кресте висел, за то, что Ты проливала кровь свою, за то, что Ты даровал нам, Господь, все, что необходимо. Господь, мы в Тебе, и мы благодарим Тебя, Господь, За Твой Дух, который животворит За Твое спасение, Господь Которое Ты нам даровал, Господь За Твою мудрость, Господь За Твое оздоровление и укрепление, Господь За Твое единство, Господь За церковь, которую Ты нам дал, Господь Для того, чтобы дополнять и помогать друг другу Для того, чтобы доносить Твое Слово, Господь Мы благословляем сегодня Каждого, кто познал Тебя, Господь На единство Духа в Союзе мира Мы благословляем церковь, Господь Твою, для того, чтобы она на Украине была столпом и истинной, Господь. Мы благоставляем объединение Церкви Живого Бога на единство Духа в Союзе Мира. Мы благоставляем нашу Киевскую Поместную Церковь на то, чтобы она возрасталась и укреплялась, Господь, на то, что каждый здесь, Господь, познавал и искал лица Твоего Божия, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, на то, что мы, как цари и священники, также имеем возможность провозгласить Слово Твое, Господь, на Украину, благоставляем Украину, наполняй ее, Господь, милостью и благодатью, как далек Ты издевал, Господь. Мы благоставляем, Господь, каждый клочок земли Украины, Господь, в севере, юге, востоке и западе, Господь, на господство Твоих ценностей, Твоих принципов. Мы благоставляем каждого начальствующего, которому Ты дал удел, Господь, управление на нашей земле, Господь, для того, чтобы эти люди были чтущи Тебя, для того, чтобы они усиливались, и Ты им помог действовать, Господь. Приводи, Господь, в аппарат президента, кабинет министров, в Верховную Раду, людей, которые реально хотят угодить Тебе, Господь, и служить Тебе, Господь. Мы благоставляем всех людей, которые на местах служат Тебе, Господь, и исполняют Свои должностные обязанности, силовые структуры, армию, Господь, всех, кто обеспечивает работу государства, благоставляем на страхе Божьем служить народу Твоему во имя Иисуса Христа. Благоставляем финансовую систему, для того, чтобы Ты ее укрепил, Господь, и помог ей жить и функционировать во славе Твоей, Божьей. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что страна наша и земля Украины – это Божья территория. Все серебро и все золото, которое наполняют – это Божья территория. Мы благоставляем столицу нашей державы, Господь, и говорим – это Божья территория, Господь. Мы проволошаем здесь Божий порядок, поэтому запрещаем всяким небожьим планом реализовываться со столицей во имя Иисуса Христа. Мы говорим, Господь, да, семьям, мы говорим, да, разнополым бракам, мы говорим, да, единство Духу, да, почитание друг другу выше себя, Господь, да, процветание в столице, Господь. И пусть отсюда, как из Ефлееми, как из житницы Твоей, потекут реки воды живой, Господь, духовного спасения, духовного исцеления, истинный, Господь, и провозглашения, Господь, Твоего Царства. Спасибо тебе, Господь, за нашу столицу. Мы также проволошаем в ту ситуацию, которая сейчас есть, в эту войну, Господь, которая есть в Луганске-Донецком регионе, Твою Божие вмешательство. Мы проволошаем мир на эту территорию, мы проволошаем защиту и охрану на тех людей, которые там живут, Господь, на воинов, которые сейчас стоят между теми силами и нашей стороной, Господь. Мы проволошаем, Господь, охрану и защиту, обеспечение, Господь, милость и благодать. Пусть ничто, что ты думал дьявол, не сбудется, не состоится. Пусть те люди, которые здесь сейчас уже, но на Твоей Божьей территории, Господь, в миру уже дадутся. Они находятся, которые были на войне, у которых поствоенный синдром, просто укрепи их, Господь. Дай им благодать и милость, Господь. Залечи их раны, Господь. Помоги им, Господь, не искать крайних, не поканчивать жизнь самоубийством, Господь. Мы благословляем их на спасение и на укрепление в Господе. Мы благословляем для того, чтобы милость и благодать Твоя покрыла каждого, кто служил, каждого, кто отдавал свою жизнь, каждого, кто отдал свое здоровье, Господь. Мы благословляем всеми погибших на то, чтобы Ты утешил и укрепил, Господь. И мы молимся и проволошаем мир нашей земле во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. И знаем, что Ты уже ответил во имя Иисуса Христа. И ведь народ сказал «Аминь». Дорогой Господь, мы приходим к престолу Твоей милости и благодати и молимся сейчас за нужды церкви. Господи, Ты видишь наши сердца открытые, Господь. Ты видишь наши нужды, Господи. Если есть люди, которые больны, Боже, сойди своим Духом Святым, исцели своими святыми ранами, ибо Слово Твое говорит, что ранами Твоими мы получаем исцеление, Господи. Ты есть наш Бог-целитель, Иегова Рафа, Господь-целитель наш. И мы уповаем на Тебя, Господь. Омой, очисти, освети Свою кровью всякую боль, болезнь, инфекцию, все то, что мешает нам, Господь, жить в нашем теле, Господи. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты уже это совершил. Дай нам просто принимать это верою, Господи. И мы также просим Тебя, если кто нуждается в финансовом обеспечении, Господи, Ты сказал в Своем Слове, что Ты, Господь, наш обеспечитель. И мы ни в чем не будем иметь нужды, Господи. И Ты можешь дать более, нежели мы просим у Тебя, Господь, обеспечь всякую нашу нужду, Господи. Потому что Ты печешься от нас, денно и ношно, каждый день, Господь. Аллилуйя. Мы отдаем эту проблему Тебе, возлагаем на Твои плечи, Господи. Аллилуйя. И благодарим Тебя, Господь, за то, что у нас есть и кровь, и хлеб, Господи, и во что одеться, Господь. И что кушать, Господи. Спасибо Тебе. Каждый день говорим за это, Господи. Если у кого-то есть нужда, Господь, каких-то отношений, Господь. Или нет мира в сердце, Господь. Дай, пожалуйста, этот мир. Разреши, Господь, всякую нужду в отношении, Господь. Дай людям действительно примириться, если они в ссоре, Господь. Открой сердца по отношению друг к другу, Господи. Мы просим Тебя, Боже. Дай мир в сердце людей. Дай покой, успокоение, утешение. Потому что настоящий мир только Ты можешь ждать, Господь. Мы только в Тебе можем его найти. Господи, спасибо Тебе за все, за то, что Ты с нами. Спасибо, что Ты своим духом нас сопровождаешь везде и всегда. Иди, Господь, впереди, а мы будем следовать за Тобой. Спасибо Тебе, Господь, что Ты поддерживаешь нас десницей своей. Одному Тебе слава и честь и хвала. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, мы как церковь благодарим Тебя за этот великий дар, который Ты дал нам. Это наши дети. Спасибо Тебе, Господи, за каждого ребенка. От самого маленького до самого взрослого. Спасибо Тебе, Господи, что Ты приводишь детей в церковь. И приводишь детей в церковь живого Бога. Спасибо, Господи, что Ты их растишь, что Ты их сохраняешь, что Ты их оберегаешь, что Ты их научаешь. И мы, как церковь, просим, Господи, будь защитой и охраной для этих детей. Господи, пусть каждый ребенок познает Твою любовь. Любовь, которая не может сравниться даже с родительской любовью. Пусть каждый ребенок любовь имеет в сердце. И что бы он ни делал, куда бы он ни ходил, на всех путях, он пусть всегда знает, что Ты всегда рядом, что Ты не оставишь и не покинешь, потому что Ты любящий Отец. И это любовь, которая может поднять из самой глубокой ямы. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе всем за то здоровье, которое Ты даешь детям. Спасибо Тебе за милость, которую Ты каждое утро обновляешь и даешь силы, чтобы расти, развиваться. Боже, благослови наших детей на развитие, чтобы они хотели учиться, чтобы они хотели познавать Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь в нашей жизни и жизни наших детей. И пусть в Украине как можно меньше будет сиротства. Господи, все детки, которые по какой-то причине не познали любви родительской, пусть они познают Твою любовь. Слава Тебе и хвала. Аминь. Песня. Верю в единого Бога Отца, всемогутнего Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, единого Господа Отца Иисуса Христа, Сина Божего, единого Відуцца Рожденного, несетворенного перших всех веков. Світло від світла, Бога истина від Бога истинного, рожденного, несетворенного, одноістотного, через которого все сталося. Он для нас, людей, и для нашего спасения, из неба ушел, и тело принял от Духа Святого, от Девы Марии, и став все людини. Проспятий был в припятительском пилоте, страждав, помер и был похован. И в третий день воскрес, как было написано, и вознесся на небо, и сидит праворо чуття, и снова прийдет о славе судить живых и мертвых. Его же царство не будет конца, и в Духа Святого, Господа оживляющего, что от Отца походит, что Ему с Отцем и с Сином однаковый поклин и однакова слава, что говорил через пророков, в единою Соборную Апостольскую Церковь, визнаю в них хрещение и отпущение грехов, чекая воскресенья мертвых из жизни будущего века. Аминь. Аминь. Халилуя, Господь. Спасибо тебе, Господь, что ты, Господь, нас и наша церковь. Я рад, что каждый из вас сегодня на этом месте благодарим, Господь, благодарим группу прославления наших левитов, что они сегодня помогли нам, разогрели нас и принесли сюда присутствие Божие явно и ярко. Спасибо вам большое. Спасибо каждому, кто сегодня приходил заранее, кто выстрелил эту аппаратуру, нашим молитвенникам. Поэтому на нашей группе порядка. Что-что. Да, кстати, я вот, что-то вы так расслабились. Скажите доброе слово своим соседам, что вы на правильном месте. Найдите какое-то ободрение, а то сразу же такое, как будто на собрании. Спасибо. Слава Богу за каждого из вас. Я смотрю, что у нас все свои. Или есть гости. Кто у нас в гостях? Если я не знаю, поднимите руку, потому что я вижу, вроде все свои. Слава Богу. Я считаю вас своими. Слава Богу за каждого из вас. Напоминаю, что мы в церкви живого Бога. Город Киев. Наш пастор сейчас Мукачево. Поэтому помолимся за него так же, чтобы ему Бог открывал, использовал его и дальше вел здесь, на этой земле, используя его. Господь, мы благодарим тебя за нашего пастора, за Сергея Васильевича, Господь. Просто продолжай использовать его, как твой сосуд Божий, к славе и чести Твоей. Мы благословляем его там, на этом месте, где он сейчас находится. Просто пусть слово в нем и через него духом Твоим будет открыто и донесено в том месте, где ты его будешь использовать. Используй его, Господь, и пусть дары Твои особые изливаются благодаря его миссии, благодаря его служению. Наставь и укрепи те церкви, которые были наслаждены в нем и которые он ведет и передает далее им двигаться дальше. Спасибо тебе, Господь, за каждого из них во имя Иисуса Христа. Аминь. Вкратце напомню, что у нас есть домашние группы. Кстати, вы все попадаете, посещаете домашние группы или все-таки кто-то у нас одинок? Поднимите руку, кто не в домашней группе, кто не в домашней церкви. У нас есть домашние церкви, поэтому если вы не ходите еще или чувствуете, что вам не хватает общения, подходите ко мне или к тем лидерам, которым вы знаете, спрашивайте. У нас почти в каждом районе есть, а если нет, я надеюсь, благодаря вам они появятся. Когда вы скажете, мы хотим, мы в этом месте хотим. Что еще мы хотим сказать? У нас каждый понедельник проходит такое пророческое служение. Оно и молитвенное, и как пророческое за исцеление. Мы там учим не просто восполнять свои нужды, когда у нас что-то болит, а мы учим брать власть над болезнью, над немощью, над депрессией. Поэтому сестра Светлана с Владом каждый понедельник на 19.00 служит у нас в офисе молитвой и учением. Сегодня они на свадьбе, поэтому сегодня их нет. Сегодня после служения не будет их молитвы. Поэтому благословим, чтобы у них эта свадьба состоялась, сбылась, и все было по Божьим плану. Что-что? У них? Дочка у них выходит, да. Поэтому благословляем, чтобы у них все там получилось и состоялось, чтобы Божий порядок там был. Что у нас еще? У нас есть молитвенная школа, уже пять уроков прошло. И те, кто посещает, скажите, вы имеете благословение от тех видео, или от того, что вы прослушали, или это лишнее? Что? Имеете, да? Слава Богу, за каждого. То есть мы специально попросили человека, который уже более восьми лет, я ее знаю, который написал книги «Ежедневная молитва» Ирину Лосеву, для того, чтобы она поделилась этим посланием, этим откровением, как молиться в духе, как обновлять разум своем. И вы знаете, я сам, ну сколько уже все вроде бы слушаешь такое, одно и то же, но в конце каждого урока такое ощущение, что Бог приходит, и он на это месте, ну в таком четко все расставляется на свои места. Поэтому у нас уже есть пять уроков. Если вас интересуют, они есть записи, вы сможете их спокойно просмотреть в YouTube и применять то, о чем мы там учили, о чем мы практиковались, и ходить в духе. Что бы еще хотел сказать? Мы знаем, что мы побеждаем дьявола каким образом? Своими силами или своими связями, или своими финансами. Мы побеждаем кровью Агонса и силой свидетельства. Поэтому я хотел бы, чтобы у вас сегодня, если есть понимание, за что свидетельствовать, что вы приготовились. Я увидел видео, на котором свидетельствовали наши две семейные пары, и я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели это видео и заодно услышали, то свидетельство Божьей славы, которое за этим видео стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тож пропоную уже почати с ним знакомиться через відеосюжет. Хочется с самого початку, Дня Людин, нести ей спасение. Посредством медиа сделать Христа трендом. Через творческие проекты привлечь неспасенная душа ко Христу. Я Алексей Гинкул. Меня зовут Наталья Гинкул. Меня зовут Николай Белоусов. Меня зовут Татьяна Белоусова. Я звукорежиссер, саундпродюсер, композитор. Я пишу песни для христиан, то есть песни для богослужения. Ну, не знаю, это у меня как-то внутри, мне это интересно. Я получаю от этого удовольствие. У верующих людей бывают дары, бывают таланты, якими они слушают в церкви. Я пишу для таких людей песни. Мы очень часто встречаемся, мы даже шутим, что нам надо просто объединиться в общий дом, и будет что-то дешевле. Одна большая дружная семья. Мы действительно очень дружны, и во многом мы схожи. Главный движок – это моя жена. У нее и возникла эта идея фонда распространения христианских ценностей. Она как мотор. Фактично, с полюшок, мое життя почалось с песни. Поэтому я могу сказать так, что в свой час я выбрала, сделала выбор – слушать своим даром Богу. Таня, это такой моральный стержень, чтобы было все правильно, чтобы было все, не дай Бог, нигде мы не приукрасили. Сейчас очень мало, к сожалению, в христианском мире встретишь такого сорта людей. Коля – это наш рупор, это голос. И непосредственно в фонде общаюсь с различными людьми, пытаюсь им рассказать о наших целях, о наших задачах. Длинный проект «Поширение христианских ценностей в Мэйде». Берем человека, верующего, и делаем его звездой. Для того, чтобы не он звездил, а то, что он несет. Вот это ценно. Добро перемагает зло, светло перемагает темрю, и проекты сами это несут. У нас есть готовые сценарии, готовые проекты, и мы уже это делали, и это работает. Мы делимся своими новыми идеями, как мы мечтаем, как мы это все будем делать, воплощать. И нам хочется быстрее, чтобы это начало уже двигаться. Это интересно. Не можно назвать, что это какая-то программа фонда. Это просто наше життя. Аплодисменты, достойные внимания этого ролика. Богу аплодисменты. Расскажи более подробно об этом. Дорогие друзья, дорогая церковь. Это на самом деле честь сейчас держать микрофон и почтить Бога, потому что все, что вы видели на экране, это годы сперва тренировок, потом форс-мажоров, потом масштабных национальных мероприятий, молитв о том, чтобы Бог дал партнеров, потом вот они, партнеры. Коля сегодня с пастором служит в Ровно. И это чудо, когда действительно люди из России приезжают, и мысли, которыми мы жили годами, мы ими разговариваем. Это слава Богу. И вы знаете, после того, как Борис сказал, что он хочет показать это видео, это приятно, потому что очень важно, когда твои братья, твои сестры, пастор поддерживают тебя. Это и в духовном смысле. И я вот сегодня после просьбы Бориса, вы знаете, обычно я о таких вещах могу говорить часами, потому что, ну это живет нас, да? Ну и ты тоже самое, да? Но сегодня я не могла заснуть до начала пятого, чтобы записать все кратко. А вы знаете, я обычно не читаю, но сегодня другой случай. Единственное, что хочу сказать от себя, что, ну вы знаете, вот мы поем, да? Мы пишем песни, мы организовывали хвалу национальную. И музыка в принципе и вне церкви, она сопровождает человека с утра до вечера. Вот человек заходит в супермаркет, человек зашел туда, там играет музыка, человек зашел в маршрутку, у водителя маршрутки звучит музыка, человек включил телепередачу, во время телепередачи звучит музыка, человек включил кино, и там звучит музыка. А ведь это мост между духовным миром и человеком. Вот есть миссионеры в Африку, есть миссионеры в Индии. Мы миссионеры в YouTube. В YouTube и другие средства массовой информации. Это миссия. На самом деле, миссия, которая дана Богом. Мы не можем ничего туда принести, если Бог не дал. Пока мы миссионеры для Украины, страны СНГ, диаспоры. Почему важно поддержать нашу миссию? Если вера — отслышание, то между ушами и сердцем есть связь. Музыка — мост между духовным и человеческим, а уши — между сердцем и слухом. Думаю, неспасенные, утопающие в греховной природе люди живут под невидимым покрывалом, и до их сердец можно стучать через душу, духовно, творчески, красиво, используя радио и телеэфир, как мощный рупор для миллионов. Нам очень нужна на самом деле молитвенная поддержка, потому что каждый раз, когда мы организовываем мероприятие, Бог воскрешает наших родителей, слава Богу. Нападки на здоровье лично я пару раз за два года реально чуть не ушла. Просто пастор молился, мазал елеем. В этом году была духовная борьба за каждую область Украины. То есть это серьезно. Пожалуйста, если у кого-то есть сердце, молитесь. Если у кого-то есть возможность финансово поддерживать, я расскажу, как это будет действовать, как деньги будут превращаться в спасенные души. Если вам это интересно, просто подойдите, я расскажу, чтобы сейчас не задерживать. Хорошо? Я передам слово Тане. Вся слава Богу. Здравствуйте. Мы очень рады, что Господь нас привел в эту страну, потому что нас на самом деле, как Наташа сказала, в сердце было много идей и желаний, как мы можем своим творчеством прославить Бога и проповедовать. И в первую очередь мы понимали, что через творчество, через то, что мы делаем, мы можем реально влиять на сердца людей. И в России, вы знаете, сейчас такая ситуация, что там даже с Библией нельзя просто сидеть. Тебе уже скажут, ты тут проповедуй, иди проповедуй в церкви. Не то, что там к детям, чтобы тебя пустили, или еще куда-то в эфир. И мы, когда приехали в Украину, сразу буквально, через полгода, Бог познакомил нас с Наташей и с Лешей, и мы в первый же день поняли, что мы очень похожи, и мы двигаемся в одном направлении. И за это спасибо Господу, потому что вместе веселее и сильнее. Вот эта передача, на самом деле мы их не искали, они сами как-то увидели где-то, что существует такой фонд, чем мы занимаемся, через Фейсбук. И позвонили Наташе и предложили снять передачу. Мы сначала подумали, зачем это надо. Нам это не надо, там себя показывать. Потом мы поняли, что это такая возможность, телеканал «Надия», его показывают, вот мы даже жили, снимали квартиру, мы туда приехали, и там был телеканал «Надия». То есть его могут смотреть даже неверующие люди. И мы подумали, что это такая возможность, когда мы сможем рассказать о деятельности, которой мы занимаемся, и тем самым нас могут увидеть люди, которым это тоже интересно, и они могут подключиться, вместе с нами двигаться в одном направлении. Поэтому вот мы решили, что, да пусть будет. И спасибо большое, что я верю, вы согласились молитвенно поддерживать нас, потому что действительно это очень важно. Молиться, благословлять, когда будете вспоминать, Господь будет вам напоминать про нас. Молитесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. И слава Богу за Петю Михайлову, который постоянно в нашей команде везде молится, участвует. Спасибо огромное Господу. И вообще за Стеллу, за Витю. Они ведь тоже там в музычный сад продвигают культуру, тоже в этом двигаются. Слава Богу за них. Скоро выйдет передача уже о них. Так что следите внимательно за новостями. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Давайте мы сейчас помолимся за них, потому что, ну, я не думаю, что они особенные, но они взяли ответственность за эту сферу довольно-таки сложную. Вы понимаете, что такое медиа. Когда-то в были времена сжигали какие-то вещи, которые связаны с влиянием. Медиа – это влияние не просто духовное, душевное, а это именно возможности через различные средства, в том числе и музыку, доносить Царство Божие. Смотрите, давайте мы... Господь, мы благодарим Тебя за наших братьев и сестер, за их таланты, за их способности, за то, что они не идут в мир искать восполнение и реализацию своих способностей, талантов, а идут доносить Твое Царство Божие. Мы молимся о том, чтобы Ты не просто укрепил и утвердил их стопы для того, чтобы дальше двигаться, а Ты восполнил их. Ты ходил по городу и говорил, где те люди, которые станут в проломе, Господь? И они подняли эти руки, Господь, и пошли, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за их сердца, за то, что они служат Тебе, Господь, и двигаются. Пусть слава за это будет только Тебе, Господь, но мы молимся о том, чтобы Ты укрепил и утвердил, решал вопросы финансовые, квартирные, здоровье, Господь, обеспечение, юридические, все, что необходимо, просто восполни нужды по богатству славы Своей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу за вас. Спасибо вам большое. Еще раз слава Богу. Я хотел бы, чтобы мы еще, ну, у кого есть свидетельства, продолжили. Я очень быстро. Я хочу сказать, что одно из имен Господа, это Иегова Ира, воздоятеля. Сейчас будет свидетельство, не свое свидетельство, а свидетельство нашей сестры с домашней группы. Два свидетельства. Мы должны видеть Бога в мелочах. Замечать. То есть мы иногда ждем что-то такое большого, а такое вот. Мне нечем свидетельствовать. Всегда есть с чем. Сейчас два быстрое свидетельства. Дело она, они заказали кухню. Полгода разрабатывали проект. Тоже с братом из домашней группы. Все заказали, все привезли, начали собирать. Она говорит, а где полочка? А до полочки не хватает? Полочки нет. Полочки нет. Она говорит, да нет, Света, ничего же не было. Вот посмотри на чертеж. Говорит, я же, мне она необходима. Я ее мечтала, эта полочка для специй обязательно должна быть. Нет. А там все купили два листа, я дополняю, просто я что-то был там, слышал. И там два листа, которые разрезали, и прям все, не было ни остатка, ничего. И полочку, нечего было просто уже делать. То есть ровно там два или три листа ДСП было разрезано. А перед тем они заказывали, там делали тумбочку и остались вот обрезки, ну не обрезки, остались вот там дверки. Дверка осталась. Говорит, Света, мне вот остатки, может тебе куда-то нужно будет. Ну, а мне сейчас надобно, ну хорошо, положу на чердак на всякий, полгода назад. И говорит, и вот все, мне же полочка просто необходима, что же мне делать без полочки. Я, говорит, вспоминаю, что на чердаке лежит вот этого дверца. Пошла я за той дверцей, мало того, что свет один и тот же, подошла полностью, полностью, как будто бы она там и должна быть. То есть вот полочка. И это к тому, что Господь уже полгода назад знал, что она будет, что кухня будет, понимаете? И полочку уже. И размер даже. И размер. И не дало им потратить больше, чем нужно, понимаете? Вот второе свидетельство. Опять-таки я этой же семье. Анатолий говорит, я так хочу в лес за грибами, а некогда. То есть он на работе, Светлана тоже. Ну, они поехали за саженцами. Говорит, ну, давай за этим в лес. Вот всю хочу там опенечки. Так хочу. Якие опенечки мы не встигнем посадить саженцы. Якие опенечки. Купили они саженцы. Купили они деревья, два дерева. И сажают, пошли сажать вот на огороде себе вот эти яблоньки. Смотрят, где цвета. О, пенечки на огороде. Два дня назад не было, потому что мы место выбирали, куда мы будем сидеть. Не было. Говорит, полтора ведра. Господь воздоятель. Господь, он помнит. Вот помните, в Висании написано, ты еще помолишься, ты еще подумаешь, а я уже тебе отвечу. Вот наступают те времена, когда Бог уже отвечает. Вот. Господь Иегова Иры, воздоятель, верьте, что получит. И если вы даже... Ну, нету еще. А Бог уже предусмотрел, что оно уже есть. То, что необходимо. Аминь. Добрый день, дорогая церковь. Я стану повыше, а я русский небольшой. Очень повыше, чтобы вы меня видели все. Меня зовут Ирина Христинович. Я сама из Крыма. После аннексии я в четыре года уже в Киеве. И я очень благодарна Богу, что Бог меня привел в эту церковь. Я уже второй раз здесь. По настоянию Бориса. И я ему очень благодарна за это. Я хочу немножечко рассказать о себе, кто я, чем я занимаюсь. Покаялась я в лихие 90-е, кто помнит, да, в 92-м году. Это было сильнейшее время такое пробуждение харизматического движения. И мы все были такие безбашенные верующие, если кто-то помнит, если кто-то из тех времен, да. Мы молились, и по нашим молитвам, я не помню, что у меня, ну, у меня просто одни чудеса были. Машина заводилась, там еще что-то происходило. И на самом деле у меня было всегда медицинское образование, и я всегда мечтала быть доктором, но, к сожалению, по своей профессии я не работала. Я работала экономистом, я работала кем угодно, потому что у меня было два образования, еще экономическое. И, вы знаете, я как бы вот этот вот запал, и вот эта вот, ну, как бы вера наша, она долго, очень долго как бы работала на нас. И это было на самом деле. И я впервые столкнулась, как бы с такими проблемами, тогда, когда больше 15 лет моя дочь, будучи миссионером, заболела двумя практически неизлечимыми заболеваниями. И я помню, как бы, весь этот какой-то свой ужас и какое-то свое разочарование или какой-то свой вопрос, почему, почему это произошло, тем более, что, ну, как бы мы все служители, мы все в церкви. И, вы знаете, Бог тогда стал работать со мной, с моим сердцем. Он начал показывать мне места писания, там, где написано, один из грехов, это римлянам первая глава, это наше безрассудство. То, как мы относимся, знаете, когда мы просто не рассуждаем. Есть такое место писания, когда гибнет народ мой от недостатка ведения. Когда мы просто немножечко относимся беспечно к тому, что мы имеем. И, вы знаете, и Бог просто стал меня вести в это. Конечно, ну, моя дочь осталась жива. Конечно, она сейчас практически здорова. Мы продолжаем, как бы, этот путь. Но на то время Бог просто стал мне говорить. В современном писании я много читала, много стала смотреть. И, вы знаете, и там написано даже просто одной, одним из грехов является глупость. Просто вот это безрассудство в современном переводе – глупость. Просто переводится как глупость. И когда, вы знаете, я стала просто, ну, как бы, этому уделять внимание, я просто поняла, и я стала в этом направлении потом двигаться. И я потом стала в этом направлении развиваться. Я окончила потом школу диетологии, школу нутрициологии. И я просто поняла, что Богу очень важно состояние нашего тела. Я согласна, что любая серьезная болезнь, любое заболевание – это духовное. За этим стоит конкретный демонический дух. Ну, для нас с вами это не новость. Но я вам хочу сказать, наш храм, наше тело, оно является уникальным творением Божьим, к которому у нас должно быть особое отношение. И когда я стала делиться этим церкви, часто со многими верующими, то я столкнулась с такой проблемой, когда стали просто говорить и рассказывать, ну, знаешь что, мы помолимся над пищей, и она будет нам во благо. И она будет для нас, просто, ну, как бы, для нашего здоровья. У меня, знаете, ну, как бы, сначала было такое огорчение, а потом я просто отвечала, говорю, хорошо, нет никаких проблем. Говорю, слабо над мышечком помолиться. Вы понимаете? Потому что на самом деле тело человеческое, оно никак не изменилось с того времени, когда Бог говорил, вот это не ешьте, вот это не вкушайте, вот это вам не нужно, вот это вам не полезно. Оно никак не изменилось, оно таким же осталось. И поэтому я, как бы, ну, в церкви я не встретила, как бы, должного, какого-то понимания, потому что иногда наше безрассудство, иногда наше неправильное отношение к нашему телу, оно приводит к различным каким-то печальным последствиям. Поэтому я здесь, и я очень благодарна Богу за эту честь делиться с вами. Я хотела бы, вот, ну, в качестве каких-то небольших вот таких слов перед вами говорить вам об этом здоровье, говорить вам о принципах правильного питания, потому что это основа основ, потому что мы все состоим, как пища состоит из разных макро- и микронутриентов, точно так же и мы состоим из... Мы химическая таблица Менделеева, мы должны это понимать, мы из праха сделаны, и мы должны понимать, как работает наше тело. Поэтому я буду очень рада с вами делиться. Я просто сегодня с вами первый раз познакомилась, и я хотела бы с вами действительно делиться своими знаниями. Потому что, знаете, когда люди в этом мире, да, они настолько жаждут этого знать, они настолько, как бы, понимают, и они вот, ну, не отпускают, часто на каких-то вебинарах, на каких-то лекциях, семинарах, верующие иногда немножечко относятся к этому, ну, немножко беспечно. Поэтому я здесь для того, чтобы, ну, говорить не только о духовном, хотя я вам хочу сказать, питание – это тоже духовно, это очень духовно. Я бы хотела, да, я бы хотела вот с вами просто этим делиться. Поэтому церковь, спасибо вам. Спасибо большое, Ирина. А можно я тоже добавлю? Все как-то оно взаимосвязано, но в разных грядках. Вот все, что говорили, все как-то взаимосвязано. И я хочу сказать, что в нашей церкви, вы просто подумайте об этом, что у нас есть баланс. У нас есть баланс, чтобы принимать разную пищу. То есть у нас питание есть, есть духовная пища, есть физическая пища. И для того, чтобы нам быть в неведении, нам нужно получить какие-то знания. Есть молитвенное, да, как бы есть то, что мы говорим устами. Поэтому я уже был на несколько, вот Ирина Лосева проводит, да, молитвенные. Я несколько раз был, и я понимаю, что это очень важно. Я еще не там, где бы хотелось быть, еще нужно работать. То есть, но мне хотелось бы изменить, чтобы мои слова с понедельника по субботу были правильными, потому что они тоже влияют на мое тело и на мой организм, так как и еда. То есть это как бы, и вот если мы будем правильно питаться, правильно провозглашать, правильно говорить, следить за своими устами, будет правильный баланс, будет все правильно, и тогда мы можем смело говорить, что мы долгожители. Потому что если мы говорим, что в воскресенье мы долгожители, а в понедельник тоннами поедаем пиццу, не, не пиццу, хотел сказать это вот, любимые чипсы Леши Гинкулова. То есть, ну, как бы немножко тут надо себя сдерживать в каких-то моментах. Поэтому я думаю, что это очень важно, и питание, и духовная часть. Поэтому отзывайтесь на это. Тут у нас еще есть гимнастика, упражнения. То есть у нас полный рацион. Бери не хочу, просто. Поэтому я вас, как это поддерживаю, вдохновляю побеждать. Уже все сказали, да? Сидела, думала, не выходить, а потом понимаю, что кто-то сказал, что в мелочах все. На самом деле, Господь, Он в мелочах и делает постоянно, и очень много. Мы были у родителей моих в Сумской области в Шостке эту неделю. И вчера приезжаем в Киев, такие, ну, как сказать, уставшие, нужно разгружаться. И тут понимаем, что ключи забыли, курточку забыли, а там ключи. Каким-то образом, вообще непонятно каким, мои ключи были в его курточке, и его ключи в его курточке, и мы забыли двое пар ключей. И я понимаю, что делать? Это же домой не попадешь. Ну, просто. И я такая, Господь, чудо нужно. И мы звоним папе, и вот буквально, если бы минут 10 позже, то он бы уже не успел на пояс, чтобы передать нам ключи. Все понимают, насколько Господь все вовремя, потому что Макс говорит, давай там разгружаться. Я говорю, нет, давай ты нас домой подымешь. И тут мы обнаружили как раз вот вовремя, что нет ключей. И ты думаешь, ну все, вечер потерян. Это в 10-11 вечера ключи. А потом думаешь, а почему? Да, 6 вечера. Что же делать? В машине сидеть, на улице. Но на самом деле, у меня сестра двоюродная, мы едем к сестре, и мы настолько провели хорошо время. Да, то есть, там такой пир накрыли, что ты думаешь, но для царей приехали царские дети, для них пир накрыли, обогрели, накормили, классно пообщались, и этого бы не было, да, если вот какие-то... Поэтому, даже если в вашей жизни что-то вы смотрите, ну что-то не то, не получилось, или что-то забыли, всегда Господу, Господь, потому что написано, да, и как там, Господь силен, обратить, да, из чего-то, как местописание это есть, сделать, да, во благо, то есть верующим, призванным поезвиву волю, все во благо, неважно, по вашей вине что-то, было не так, или там, по вине людей, обстоятельств, Господь, все во благо. Свидетельство тут, и Таня настояла, и я не удержалась, в общем, недавно была у нас встреча в Салтановке, прославление, отдыхала вместе с Левиром, с Пастором, и кто знает, насколько в последнее время трудно стало вызвать такси в Киеве, да, вот, коллеги, и я в последнее время, в последнее время без молитвы уже не вызываю машину, и вот, значит, свидетельство, когда мы ехали в Салтановку, уже просто в охнув в таких мелочах, уже некогда, универсал, не универсал, уже нужно ехать давно, и дети уже, ну, все собрано, вызвали машину, приезжает мужчина, у него такая универсальная машина, а мы все равно не вмещаемся, нас много, у нас были Таня, Коля, я, Алеша, Петя, да, и дети, двое детей, и приезжает, ну, просто легковая машина, она универсал, а водитель говорит, секундочку, я достану кресло, и у него, значит, в багажнике дополнительное кресло, он его туда устанавливает, туда вообще, вот, это Салтановка, значит, прошлое воскресенье, я привезла, ну, вроде случайность, не случайный, стулья, потому что думала, нас, оказывается, благословили стульями, я не знала, думала, нужно передать дальше, оказалось, что они наши, но благодаря тому, что я их с собой взяла, потому что после служения я бы не смогла вместе домой с человеком, были дела, мне пришлось вызывать такси и обратно, что получается, мне еще муж говорит, «Таня, вызывай, едь до левой бережки и обратно», а я обычно послушная, а тут прямо в сердце, «Нет, вызывай». Таня говорит, «Может вызвать большую, так подожди». В общем, помолились, приезжает микроавтобус, и это рукавичка, значит, Борису нужно было поехать там, где мы живем, на Григоренко, Тане и Коле нужно было на левую бережку, а мне же с креслами тоже домой добраться, и полу... А, ну все, в общем, все вот потребности вот этой образовавшейся кучки, все было решено, вообще, просто приехал микроавтобус, Volkswagen, да, просто автобус, все сели и уехали, так что слава Богу. Раз у нас уже началось служение свидетельств, я хотел бы, чтобы поделилась наша сестра о пленном свидетельстве, я буду держать его и говорить. Здравствуйте, меня зовут Елена, 28 августа этого года я узнала о том, что у меня рак. Вообще, я последние 7 лет веду абсолютно здоровый образ жизни, плавание, бег и так далее, еда и так далее. У меня маленький ребенок, 6 лет, и я одна, то есть я двумя. Мне 48 лет, я родила в 42, поэтому я понимаю, насколько мне нужно правильно вести подтверждение к вашим словам. И я за этим очень сильно слежу, стараюсь, во всяком случае. 28 августа, как снег на голову, я узнаю о том, что произошло, то, что произошло. Через очень короткое время моя тетя умерла от Харства Небесной, и мне Господь просто отдает в руки ваш телефон. Он просто, это тоже очень интересная история, и я позвонила Верочке, то есть через, мы созвонились, и это было очень интересно в тот момент, когда я ехала к врачу на химию, там, то, то, то. Значит, мне сделали 23 облучения, у меня была опухоль внутри кишечника, и она была достаточно большая, причем четвертая стадия, то есть, ну, все, не все, но имеется, это очень сложно. Когда мне сделали колоноскопию, я настояла сделать колоноскопию после того, как я начала ходить сюда в церковь, молиться, и чувствовать это, ну, описать, конечно, словами, это очень сложно, когда ты чувствуешь, когда Бог с тобой рядом, и вот это все происходит, это очень сложно объяснить, конечно, словами. Я настояла на колоноскопии, и тот дедушка, который увидел во мне эту болезнь, он ее, собственно, и делал. Когда я отошла, я под общим наркозом делала, и я отхожу и спрашиваю, то есть, он сидит вот так на стуле, на кресле, он уже в летах, и очень много работает, знает много историй, и у него такие глаза, и я говорю, что там, скажите, он говорит, ничего. Он сидит и говорит, ничего. Я говорю, как-то, чего? Он говорит, осталась маленькая, то есть, кишечник, ну, понятно, после 23 облучения, вы можете себе представить, потому что он, да, как сгорел, подгорел, я не знаю, как это правильно сказать, потому что меня сжарили же, да? Он говорит, да, кишечник, но, что касается питания, я тоже призываю, пожалуйста, нужно правильно питаться и правильно кормить своих детей. Это очень важно, это очень важно. и сейчас метастазы еще, то есть, мы работаем над этим, я дальше и так далее, врачи, которые со мной работают, опять же, я иду, делаю УЗИ, и опять же, врач, который делает УЗИ, и все это смотрит очень долго, я имею в виду своей жизни, и все это видите, она говорит, я никогда не видела, чтобы так быстро, там, даже две с половиной недели не прошло, метастаза настолько уменьшилась. Слава Богу, я безмерно счастлива, что я попала сюда, потому что раньше, ну, я молилась сюда, я ходила в церковь, в нашу все, но я считаю, что эта церковь, я считаю, что это направление, потому что я жила в Канаде 9 лет, очень долго, у меня очень много разных, ну, долго рассказать все, но я считаю, что это направление, это наше будущее, мира, людей, Иисус, который пришел к нам и нас спас, люди просто не понимают, как к этому подобраться, как подойти, как соединиться, и я считаю, что это будущее, особенно через песни и через музыку, потому что это язык Божий, я так думаю, я так думаю. Спасибо большое. Хорошо. Как вы считаете, ради таких моментов есть смысл даже просто воскресенье прийти? Конечно. Поэтому мы благодарны Богу за каждого, кто сегодня открыл свое сердце, свидетельствовать. И я думаю, что пришло время для того, чтобы мы как бы подвели итог этому. Я хотел бы, чтобы сегодня нам служила наша сестра, не буду говорить о регале, но часто ли перед вами выступают прокуроры Полтавской области или другие какие-то моменты. То есть она была прокурором Полтавской области, сейчас она с оплёнными научными степенями. И я хотел бы, чтобы Катюша поделилась сегодня своим откровением как сестра. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогая церковь. Хочу рідною мови. И когда Боря сказал, что нужно сказать слово, я, как и Наталья, зрозумела, сколько я лет до этого ишла. Когда сестра Стела мне проповедовала, что ты будешь что-то сказать. И, безусловно, я, как молодец, в которой нужно деться выступать, подумала, что, возможно, нужно хвилюваться. Но я подумала, что это важнее выступать перед своими. Я выступаю перед семьей, а значит, меня не будут так судить, как будут судить где-то из-за меня. И перед тем, как я хочу ширить знания, навыки, досвит, которые я знаю, я хочу сказать, что, действительно, так все вибудовує Бог сьогодні, за квантовой психологией мы накопичением всяких там клетин, зарядженных певной информацией. И можно сказать, если мы одна родина, я сейчас выступаю, как на расширенных домашних группах, 12 колен пришли, и каждый из нас, кто-то инженер, кто-то музыкант, кто-то спортсмен, я психолог, кто-то инженер, менеджер, можно назвать все эти профессии, ризный век, и мы один у одного. И все, что мы маем, каждый раз, когда мы делимся, единая умова в Божьей любови. Когда мы делимся в любови, оно происходит так, я дякую сестре за свидетельство про сциление, это значит, по вере нашей, да будет нам и каждому, кому потребуется сциление, это так же. Сейчас хочу помолиться за то, чтобы Господь открывал вашим сердцем, чтобы мне допомогли деснить эту работу, которую он хочет, чтобы я просто сказала слово. А слово начнется с того, что мы закинчиваем наше недельное служение и говорим «Отче наш», Матвей 6 глава, 9-10 вирш, «Нехай святится имя Твоя, и нехай прийде царство Твоя». И как-то так сталося, я до 2014 року вирила в Бога, как я говорю, в Діда Мороза. Мне что-то было очень-очень 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 А слова «Царство Небесное», ну, честно, я сприймала больше, как вы в контексте сказали, что пришла людина на тот свят. И сейчас мне хоть подкрывают, что на самом деле те, что завжди там запитывают, ты винишь в Бога, а ты не винишь в Бога, то это на самом деле только первый крок. А найголовнейшее это «А ты віришь, спрощают життя». И одночасно наскільки они могут ускладнивать. Насправді, коли батьки кажуть дитині правила певні і в любові намагаються, щоб дитина дотримувала цих правил, вони уселяють безпечні умови, тому що нам всім безпечне середовище потрібно. І саме тоді, коли є ці здорові правила, це дуже класно. Але коли правила ці безлюбові, ми пам'ятаємо про фарисеї. Що я хотіла сказати, для нас ці правила – цей божий стандарт Біблія. Божеобітниці, які нам даються, вони не давалися для життя в Єгипті. Вони давалися для того, щоб їм користатися в землі, в благодаті, в царстві небесному, в тому царстві Божому, яке ми хочемо, щоб було внутрі кожного з нас і зовні. Що відбувається? Наприклад, якщо людина потрапляє в колонію, то відповідно до виправно-трудового кодексу в неї є певні правила. Вона має так ходити, вона в певні час побачення, купа всіх цих правил. Якщо вона виходить з цієї колонії, дуже дивно, її видно, вона може продовжувати так ходити, вона може не підіймати очі на вас, тому що вона послуговується цими правилами. А що відбувається, коли ми приходимо перший раз до церкви і приносимо правила світу. Ми так само, як ця людина після колонії. Ми починаємо пліткувати, ми починаємо маніпулювати, ми починаємо шукати свого, ми перестаємо, ми, верніше, в такому переходному періоді. Ми ніби хочемо, хочемо тут бути. І хочемо міряти всі. Ну як же, Бог сказав заповіді, той і той не виконує. А разом з тим світ Єгипет приносимо з тобою. І тоді починаються, власно кажучи, сварки, власно кажучи, те, що найменше хотілося, щоб було. Якщо ми кажемо, що ми цілюща спільнота, в першу чергу це про довіру. Довіра можлива саме тоді, коли ми вибудовуємо своє життя і притримуємося цих правил між собою. Тому нам легше, коли ми говоримо, а ти віриш? Да, Бога, да, а ти в церкву ходиш. Тобто ми починаємо з'ясовувати, людина цих притримується правил і дуже радіємо. І навпаки, коли ми бачимо, що а, ті самі стандарти подвійні, говоримо одне, а насправді інше. Я записала навмисно, що таке довіра. Це відкриті, позитивні взаємовідносини, що відображаються у впевненості, порядності і до розличливості іншої сторони. Передбачені покладання на те, що я знаю, як ця людина буде себе поводити. І більше все, мені б хотілося, щоб між нами була ця довіра. Якраз в слові довіра якраз і є те, що ми маємо в церкві мати віру. Так. І саме тому, коли ми говоримо євреям про те, що віра є підстава сподіваного і доказ небаченого, це якраз досконала дія вже віри. А довіра це умова любові. Мені так подобається, коли кажуть, що в нашій церкві відчувається любов. Це значить, оця наша відкритість. Це значить, що ми такі, як є. Ми довіряємо одне одного. Тільки тоді ми можемо побудувати нашу спільноту. Не просто кожен з нас є вірною особистістю, а і саме вірною командою. І ми можемо це робити поступово, але ми точно знаємо, що вірна людина багата благословіннями. Я хочу сказати, знову ж таки, як психолог, розуміючи, що в любові немає страху, знає, як віруюча людина, чому відбувається страх. Якщо ви пам'ятаєте, там, з курсу біології, чи бачили, ембріон зароджується, і так званий, починається, він навіть так, видно на картинці, червячок, чи там, можна так сказати, змійка, називається рептильний мозок. Потім далі, далі, далі вибудовується, і, власне кажучи, лобні долі, і те, що ми хочемо, моральні, етичні стандарти, вони десь формуються у віці 18-21 рік. Тобто, руки-ноги повиростали у дитини, але ще тут не сформовано для них певне потрібне розуміння. Так що я хочу сказати, наш цей рептильний мозок працює для того, щоб ми зберіглися як вид. І в стані страху це дуже класно, що є ці інстинктивні реакції, вони нас зберігають як вид. Але коли ми в атмосфері довіри, то якраз працюють у дорослої людини ці частини мозоку. Тому коли ми в страху, без довіри, ми, власне кажучи, є тваринами. І ми поводимося так. І реакції наші такі. Ми не думаємо про те, що проявити любов до іншого. Ми думаємо про своє. Тому що на підсвідомому рівні це значить про те, як я маю вижити. Ви подобалася така цитата. Людина – це пираміда. В її основі – звір, а на її вершині – Бог. І наше призначення – це схочення. Коли ми сьогодні співали про те, благословляю Тебя в землі ді сльози, і благословляю в землі дітей, відчуття молоко і мёд, я вірю в те, що я дитина Божа. Хто віряє? Хто зі мною? Якщо ми діти Божі, в нас є ця співтворчість. Тому коли ми співаємо про те, що благословляю, це ми благословляємо і себе. В тих умовах, коли в нас страждання і сльози, і в тих умовах, коли в нас тече молоко і мед. Тобто Бог завжди за нас. Просто хоче, щоб в нас була ця святість. Щоб ми довіряли в першу чергу самі собі, а потім одне одному. Тому що неможливо одне без іншого. І ще, що хотіла сказати, в 2 Тимофія 2,22 якраз я, як психолог, це місце прочитаю наступним чином. Переклад там пожадливості юнацьких вбігай. Перше – правде, друга – віра, третє – любов, а далі – мир. Разом з тими, що перекликається Господа чистим серцем. Перше за все, для мене якраз у цій юнацькій пожадливості це і є цей рептильний мозок. Це і є наші такі інстинктивні реакції. А друге – правда – це для мене бути щирим. Після цього, якщо ти щирий, в тебе відкривається як ця віра. І це можливо тільки в атмосфері любові. Зараз зупинюся перед миром. Ще я хотіла сказати така метафора якраз про те, що яка довіра. Знаєте, як картинка є така, дитину батько підкидає і вона дуже спокійно вовійма батька. Це якраз для мене така метафора, як ми довіряємо Богу, як ми маємо довіряти. Щоб абсолютно все буде добре. Тебе піймають. Все з тобою, як ви казали, до двідниць. Все буде. А от стосовно мира разом з тими, що прикликаються Господа чистим серцем, це якраз про те, що в першу чергу ми маємо бути в мирі з тими, в кого ж ті самі стандарти і правила Божі. Своїми. Тому іноді, коли ти ж християнин, як ти можеш там конфліктувати чи щось сказати. А питання в тому, що в першу чергу мир для своїх. Я своїми можу розмовляти. Я можу, коли я ображена на сестру чи брата, не піти розказати всім, з ким я товаришую, пастору, чи взагалі пліткувати, а знайти в собі сміливість і наодинці в делікатній формі сказати, що мені не подобається. А далі вже, відповідно, прикликати старшого пастора для того, щоб з'ясовувати це. Але ми керуємося цими стандартами. А в світі по-іншому. Іноді ми маємо бути тим, хто викликає вогонь на себе і сказати, це гріх, це неподобство. В Біблії написано інше. І я просто це кажу, іноді ми як розриваємось, як же, ми тут маємо бути миролюбні, а тут маємо сказати, я бачаю, це поєднується в цьому. І наостанок, щоб сказати слово до пожертвування, я хотіла сказати, що в Матвії, 6 главі, 33 вірші записано, перед цим сказано, що не шукайте, що їсти, що пити, а шукати понад усе правди Його, Царства Божого. І все нам дістанеться. Амінь. Дякую. Мені б хотілося, щоб ми зібрали пожертви і щоб ми ту пісню, про яку я казав, заспівали. Зможемо зараз? Побіде жити. Да, твоя. Та ж, нахрошу. Мені. Дякую. Слова Наталии Гинкул, аранжувка Леши Гинкул, пою я. Ви победители во Христе. Поэтому ми побеждаємо вместе з Ісусом, живя на цій землі, кожен день, проходя якісь полицейські, лежачі. можна мене підтримувати. Мені. 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 Він разрушить страхи силою своєю Ізбавит от сомненьей Він всі завдійней Сильніє абстоятель ісць, сильніє всяка тьми. Мой Бог, мое спасенье, душою могу я жить В победе жить, мой Бог, с тобой в победе жить В победе жить, мой царь, посыпать дела твои В победе ты и я, и это все его Победа, победа, в победе жить Каждый день моя душа стремится В свете истины поклониться Вознести тебя И я верю в то, что все могущи Сильный, крепкий и любовь дающий Ты ведешь меня В победе жить Победе жить Победе ты и я, и это все его Победа, победа, победе жить И я верю в то, что все равно Аллилуйя Господи Аллилуйя Господи Слава тебе Господи Спасибо большое Я верю, что мы учимся И мы ходим в победе Спасибо, Макс Спасибо вам за то, что вы аранжировали И придумали эту песню Буквально еще пару минут О том, как же в победе ходить И как же жить Знаете, у нас интересная церковь Я верю, что сегодня мы, мало того, что свидетельства у нас говорили о том, как в победе жить, я буквально постараюсь очень быстро, то, о чем мы говорили с пастором, то, о чем мы говорили с нашим гостем, который был в прошлое воскресенье, эту тему, которую он затронул буквально, я постараюсь очень быстро сказать ее. У нас есть такое местописание, Римлянам, 8 глава, 14 стих, многие его знают, там говорится о том, что все, войдимые Духом Божьим, кто? Суть Сыны Божьей. Я думаю, что многие из вас себя считают сыновьями и дочерьми Божьими, правильно? А теперь, что же такое быть Вадимой Духом Божьим? То есть мы понимаем, что мы спасены, мы пронесли молитву покаяния, будь то случайно, не случайно, будь то искренне, но мы покаялись. И что у нас происходит? Духовно мы возродились, Дух наш рожденный, Он уже не греховный, правильно? Но с этого ли момента мы становимся Сыном Божьим или нет? Как вы считаете? А, у нас еще есть водное хрящение, правильно? Вот тогда точно Сыном, да? Нет, вот давайте разберемся, кто же такие Вадимы Духом Божьим? Очень вкратце. Римлянам, 8 глава, 5-6 стих. Пока открываются, я себе эту шпаргалку написал. Живущий по плоти думает о плоском, а живущий по духу о духовном. Что так или не так? И 6 стих. Плотские размышления – это смерть, а духовное размышление – это жизнь и мир. Подождите, но мы же спасены, мы уже на небе. Какая смерть, мы не поняли. Давайте разберемся. Как вы думаете, о чем здесь говорится? Давайте как раз об этом будем рассматривать. Что интересно, я нашел перевод, есть такой интересный перевод Штейнера. И это же местописание, 8 глава, там немножко расширен он, 3-4 стих, говорит. Живущий всецело, в земной, в вещественности, имеет образ мыслей, способный понимать только материальное. Живущие в духовном могут понимать также и в духе. Физический образ мыслей вызывает смерть, духовный, жизнь и мир. Образ мыслей, увязший в материальном, вражда Богу, поскольку он не следует закономерности Божьего мира и не имеет для того силы. Послушайте, здесь говорится много об образе мыслей. О том, что есть ли опленный у нас образ мыслей, о чем сегодня говорила Екатерина. И свидетельствовали мы о том, что что-то у нас поменялось. Мы начали доверять Богу. Мы начинаем познавать Бога. Но то, что поговорит Катя, когда мы приходим к Богу со своим этим багажом прошлых привычек, мыслей, чувств, вот именно это и тянется то, что ведет к смерти. То есть тот наш образ мыслей и тело, оно почему-то не возрождается. Вот как-то так не получается сразу Богом. Или Он должен был нас забрать на небо, это сразу же. Покаялись и сразу на небо. Тогда, может быть, правильно или нет? А Он, оказывается, еще прежде чем мы были от начала века, как там написано, Он знал нас, еще в утробе матери мы еще не родились, Он знал предназначение и вложил в каждого из нас, представляете? Поэтому Он знал даже, как мы себя будем вести, где мы не будем слушаться. И Он знает, что у нас есть в каждом свое призвание и предназначение. Поэтому, когда мы каемся, Он почему-то нас оставляет здесь, не забираясь сразу на небо. Слава Господу. Слава Богу за тех людей, которые находятся на ложе постели и успевают покаяться. Но я думаю, что воля Божия все-таки исполнит свое призвание и предназначение еще в живом и здоровом виде. И вот Он говорит, а после этого давайте разберемся, для чего же Он нас оставляет здесь на земле. Мы уже говорили о том, что неспасенным мы рассказываем о том, что им нужно спасение, возрождение. А спасенным что мы говорим? О обновлении разума. И вот мне я хотел буквально вкратце сказать, а что же такое обновление разума? Потому что я встречаю достаточно людей, мы с супругой служим немало в семейном служении, сейчас в молитвенном. Я вижу, что приходят люди со старым, вот этими привычками, со старым багажом. Они говорят, ну я такой есть, что ты не понимаешь? Ну такая я или такой я. «Принимай меня». «Принимай меня». «Бачи лочи», как там кажут. Но только замуж выходишь. А здесь говорят, принимай, мы же одна семья, да? Это же почти как жена или муж, да, принимай. Молись за меня в лучшем случае. Ну терпи меня таким, как я есть. А Бог говорит, что эта ветхая натура, она остается, и мы какие? Мы поплотить живущие. Поэтому, когда мы такие себе оправдываем, ну что ж поделаешь, ну такие я и я, то мы плотские христиане, а не духовные. Поэтому сегодня будет и приятное, и не сильно приятное слово. Поэтому, если ты ходишь в церковь 5, 10, 20 лет и не меняешься, то ты плотской христианин, и ты зря тратишь время. Конечно, разум обновляется. И мы говорим, Бог, иди, двигайся впереди меня, помогай мне, Господь, размягчай мое сердце, размягчай сердце человека, с которым я живу. Ты же бачишь, скільки ж можно. Он именно ночуя, обыщавшись таки. А Бог говорит, с себя начни. Римлянам 12, 2. Не уподобляйтесь этому веку, но будьте преображаемы обновлением ума вашей жены или мужа. Посмотрите, не так там написано, нет? А преображением вашего ума, чтобы вам распознать, что является Божьей волей, доброй, угодной и совершенной. Это же перевод Штейнера. Интересно написано. Стремитесь более всего к преображению души. Преображение души. Путем неустанного обновления сознания. Слушайте, что это значит? Это значит, что если Бог нам позволил здесь остаться, значит, нам нужно что-то над собой делать, над своими мозгами. Понятно, что мы не добавим, может быть, туда что-то там Бог может добавить, но мы можем над своим сознанием работать. И Он говорит нам, вы мои. Евреи говорят, вы что не знаете, что вы мои. А тут мы не понимаем, что такое быть Его. Итак, чтобы в различных сферах жизни поменялось что-то и те обстоятельства, нужно что-то делать, нужно обновлять разум. И мы знаем такие местописания, которые говорят, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Подождите, но мы же спасены. И мы поняли, в чем это относится. Совершать свое спасение это как раз работает над обновлением своего разума, над своими привычками, над своими эмоциями, над своей реакцией. Поэтому обновление разума, оно позволит воле Божией быть в тех сферах, где у вас есть проблемы. Если проблемы в семейных отношениях, там, проблемы в финансах, в финансах, проблемы в здоровье, в здоровье, в исполнении своего призвания, туда будет приходить воля Божия. Но если мы за собой тянем эти старые свои привычки, скажите, как там может прийти воля Божия? Господь, обновли мы разума, я ем чипсы и Кока-Кола. Причем здесь разум, говорю, тело, надо же позаботиться о нем. То есть, понятно, я могу обновить разум, ты хоть понимаешь, что ты ешь, ты же кислоту не ешь. Ну, то есть, кто здесь будет за нас? Бог будет делать? Мы должны изменить питание, о чем сегодня Ирина и другие говорили. Ну, ты видишь, какая она? Я поменяю ее. Он говорит, да подожди, я вас двоих свел, как алмазы в одной семье. Алмаз, алмаз обтачивает. Для того, чтобы ты обточился, я ее использую. Невозможно наждачкой тебя обточить или деревом. Алмаз нужен для этого. Вот потому она такая своеобразная. чтобы тебя подкорректировать. Я другую найду. Да там, знаете, как у нас, и та тебя будет обтачивать, только еще сильнее. Знаете, еще то, чем мы часто видим, я раньше так молился. Боже, иди впереди меня. Боже, действуй. Располагай сердце людей. Не, ну, я молюсь за то, чтобы Бог располагал сердце людей, там, я с ним общаюсь, это правильно. Но когда мы просим Бога делать то, что мы должны делать, вот это трошки глупо, о чем сегодня говорила Екатерина. То есть, люди, чтущие Господа, Михаил Саверонович, знаю, хорошее продолжение, усилятся и будут что? Действовать. Понимаете? И вот в данном случае работа над своим сознанием, это работа. И не один раз, не одну неделю, не только во время молитвенного или какого-то других занятий, это постоянно работа над собой. И то, что мы читали у Каролан Лиф, знаете, кто выключил мой мозг, читали такие книги? Или видели? Она, как нейробелох и специалист по тому, что там у нас в ВЛИ происходит, она говорит такие вещи, что то, что связано с божественным чувствованием, говорит, они фотографировали определенными приборами, и они видели, это как дерево такое, с листьями, с такими, ну, похоже очень на дерево. Она часто приводит пример, такое, одно дерево в виде такого куста, зеленого, а второе из проволоки. И вот, когда она выступает, она показывает. Когда вы думаете о том, что Божие, о чем помышляете? О том, что дастся славно, мир несет, любовь, радость. Вот в мозгах наши образуются нейронные связи, которые в виде этого такого дерева зеленого. Но когда мы думаем не о том, чем Божие, когда приходят нам страхи, о чем мы говорили сегодня, в связи с тем, скажем, физиологическими нам еще потребностями, мы пришли, пришел страх, а как с деньгами? А как я вот эту, как это? И этот страх, потом начинает, ага, вот у моей тети был рак, у тех был рак, и, наверное, у меня будет рак. И этот страх, он начинает иметь место. Ой, что-то заболело, скорее всего, тоже надо пойти обследоваться. То есть, и он не так просто приходит, эти страхи, и на этом месте выстраивается свое дерево. Это в данном случае не дьявол выстраивает дерево. Мы выстраиваем, позволяем выстраивать это дерево. То, что приходит искушение, мысли, соблазны, еще какие-то вещи, но наша реакция на эти соблазны или на эти мысли, или на то, что происходит, она важна. И о том, о чем я делился, то есть, вы уже знаете, наверное, слышали это, но еще раз повторюсь. Мой знакомый эндокринолог говорит, у тебя есть 7, максимум 10 секунд для того, чтобы не позволить своему организму убивать тебя. Пришла информация, и ты понимаешь, что она очень важная. Но что-то произошло. И ты, как людина, должен отреагировать. Но если ты видишь, что ты не можешь уже поменять на ситуацию, кто-то там умер или там заболел или машина сбила, что-то здесь, а твоя реакция на это, она или позволяет организму, гормональной системе запускать самоуничтожение, потому что ты страх, переживание, или ты отключаешься на эти 5-7 секунд и начинаешь думать, за что я могу Бога поблагодарить, Господь, за то, что ты спас меня, за то, что ты на кресте вестил, за то, что ты кровь пролил, за то, что ты дал мне сегодня возможность проснуться, и ты отключаешь свое сознание, это то, что мы можем делать, мы отключаем от этого горя или от этой информации, которая вас сейчас посетила, и ты приключаешься на то, что тебе Бог дает. И тут Бог смотришь, через 15 секунд тебе приходит осознание, за что помолиться, что этим человеку помочь или что ему надо. но не зря говорят, когда какой-то там маньяк, чамрошный, немощный, кого-то пугает, и думаешь, ты же больше была, ты же могла его там табуреткой стукнуть, и все, и он уже, что ты боишься? Страх парализует. И вот здесь получается, что есть мысли, есть чувства, которые парализуют нам и не дают нам двигаться. Я постараюсь быстро закончить, какие же практические шаги нам нужно сделать для того, чтобы обновлять свой разум. Наш гость в Шотландии, хочу быстро вспомнить его имя, но забываю, поэтому не буду говорить, Левир, да, Левир. Он говорил, что у него целая трехдневная тема об обновлении разума. Я верю, что Бог устроит семинар, к которым он сможет приехать сюда и служить нам. Но сегодня, что мы понимали, что пока он приедет, мы все равно должны работать над своим разумом. Я то, что я нашел для себя, опленные практические шаги. Но прежде, чем мы будем говорить, давайте найдем Иакова 1.21. Что там говорится? Поэтому, там было определенное место, слова сверху, но подводят. Поэтому, отложив всякую нечистоту и избыток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, которое может спасти ваши души. Что это значит? Это значит, что есть некоторые вещи, которые мы должны делать для того, чтобы авторитет слова Божия начала работать в нашей жизни. В том же переводе Штейнера говорится, станьте доброй материнской почвы для семян слова, могущего исцелить ваши души. то есть, мы должны понять, есть ли у нас разум с нашими привычками, с нашими эмоциями, мы такие есть, сложно изменить, но мы понимаем теперь авторитет, Слово Божие, который разделяет, как скажем, до состава и мозгов, он как раз здесь и может быть, работать. Итак, что нам нужно делать? Первое, прими решение меняться. Не говори просто, но я так и е, я бачил, и то и принимай. Я понимаю, что в этой области в отношении к том или в том мне надо меняться. Я принимаю решение, Господь, я буду меняться. Второе, просто принять решение один раз, это хорошо, но что еще нужно? Желание и хотение меняться. Не просто сказать, я сказал и все, а там забыли, ну мало ли что я сказал. То есть желание, а что, когда мы даем, когда мы говорим желанием, то Бог дает желание и хотение, во-первых. Если мы говорим, Господь, я хочу, дай мне это сильное, страстное желание, то дальше второе интересное местописание говорит, что Бог исполняет желание сердца нашего. Третий шаг, углубляйтесь в осознании или в знаниях, которые связаны как раз со Словом Божьим, о чем мы сегодня сказали на основании Якова 1-2, то есть изучайте проблемные вопросы через Слово Божие. Постройте эту стену, стену, можно сказать, в хорошем плане твердыню, которая отделяет вас от воздействия негатива. То есть как только возникла какая-то эмоция, мысль, а, стоп, эта мысль, она несет, она мирна, достославна, все остальное, нет. Значит, я ее отметаю. Но она же важна. Подожди, но она же не сообразуется со Словом Божьим. То есть то, что говорит Киролайн Лив, она говорит, что нужно минимум три месяца для того, чтобы на старых эмоциональных привычках, на старых эмоциях насадить новые, Божьи. После искорения старого. То есть идет примерно 28 дней на искорение старых, когда разрушается старое, это дерево так называемое. И, кстати, когда они фотографировали вот этот мозг и вот эти связи, то там, где правильные мысли, там были такие, они голубенькие, какие нейронные связи, а там, где неправильные, говорит, как черная дыра. И такие черные прожилки видны были такие. То есть вы должны понять одно, что мысли на себе, если у вас есть страхи, переживания или непрощения, или еще какие-то вещи, как только увидел, вроде же не видел уже пять лет все люди, но Боже, краще бы не бачил мои очи, да? Да, да, да. То есть сорняки растут сами, как мы видим, да? И мощно, да. Ты вроде уже, а они постоянно вылазят. Вот здесь такая же ситуация. То есть пока мы не в прославленном теле, не на небесах, к сожалению, сорняки вырастают сами и в голове нашей. Поэтому вот это постоянное выдергивание гербицидами нашими является молитва. Поэтому почаще этих сорняков обрабатывайте молитвой. Пусть для них это будут гербициды. Четвертое. Усердность и постоянство. Если что-то вы хотите сделать, скажите, вы один раз это делаете или там, ну, я, вот у меня была ситуация, ладно, меня Бог-то сразу освободил, когда я пришел в церковь от курения. Но я пришел на следующий день и что у меня было? Я уже рассказывал об этом. Привычка, это эмоционально осталось. Кофе попил, боже, а я как-то без сигареты, понимаете? А внутри, я понимаю, уши не пухнут, как-то странно такое, ну, знаете, ощущение. То есть, ты не хочешь, но привычка эмоционально осталась. Я хочу сказать, что, ну, месяца три я пока не слушал, пока я слушал кассеты, я обновлял свой разум. Слава Богу, тогда было такое возможность, я включал. И как-то мне говорит, какие-то исправления, говорит, ты хочешь сказать, что Бог не может освободить тебя от курения? Ну, в принципе, наверное, да. Он говорит, да нет, тебе просто нравится грешить. Как нравится? Я такой свободный, я молодой парень. И тут создается ситуация, что денег нет, сигареты не за что купить. Стреляешь в сигареты, бычки собираешь. Боже, я дошел до того, что бычки собирают, сигареты курят. И я говорю, Господь, помоги мне, пожалуйста, надоело быть. И вот кому-то так, и до кого-то так обходит. Но до этого шло обновление разума, дошло до меня, что я раб этих чувств. У кого-то секс, у кого-то деньги, у кого-то другие вещи. Обжорство, да. То есть, если ты понимаешь, что порция должна быть на 30% меньше, приучи себя есть меньше. Меньше тарелочку бери. То есть, разные такие моменты. Итак, пятый пункт, я уже завершаю. Защищайте свой ум от старого. То есть, находите положительное, вот то, о чем мы сказали. То есть, если приходит негативная мысль, понимаете, у вас 7 секунд есть, если старое пришло, позволили этому старому, все, вы позволили над почечниками работать, всем остальным, и гормоны пошли отравлять вас. Все. А потом не плачьте, что у вас там язва, и пища, что-то из-таки вылазить. Шестое. Не общайтесь с людьми, которые не готовы или не хотят меняться, или обновлять свой разум. Как-то так. Ну, послушайте, когда это муж или жена, то они освящаются тем, кто там молится. А когда это знакомая, когда это тетя Клава, которую вы должны пригласить себе на день рождения, и вы понимаете, что ну як же ж так, це ж роды, це ж юбилей, треба ж на свято пригласит ее, а потом вы две таблетки аспирина пьете после того, чтобы головную боль угостить. Так кто виноват? Бог чи ваша глупость или там желание угодить людям? Лучше заведите собаку, если вы одинокий и не знаете, с кем общаться. Это лучше будет для вас. Для здоровья, по крайней мере. Катя, наверное, именно поэтому у нее собака такая хорошая. Седьмое. Помогайте, полагайтесь на Божию милость и благодать, на Его помощь. Потому что именно благодать покрывает то, что нам греховное. Благодать умножает и покрывает то греховное, что у нас есть и помогает преодолевать это. И восьмое, то, что я хотел бы добавить, это молитесь во всякое время Духом. Чтобы Дух, тем самым, Дух это определенный, ну, не буду говорить о каких-то вещах, что это вибрации, это определенные частоты, а мы все из воды, что уже доказано, что на воду говорили, она так-то и так-то заряжалась. То есть, тем самым, определенная частота нашей молитвы в Духе, она вводит на состояние ребенка, чтобы вы знали. То есть, замеряли эти частоты, то есть, брали священников, и когда он умолился в Духе, увидели, что отражение этой частоты в его мозге, оно вышло на уровень состояния ребенка. Там каких-то, ну, там очень молодых, очень маленького. Поэтому, когда мы это делаем, будьте как дети, не зря сказано. И когда вы молитесь в Духе, тем самым, вы позволяете Богу работать с вашим сердцем, с вашими эмоциями, успокаивать вас. И в завершение, 2 Коринфянам, 10 глава, 3-5 стих. Есть здесь или нет? Давайте я просчитаю современный перевод этот, и мы поймем, что о чем здесь говорится. И хотя странствуем, и хотя странствуем нашей тропой, как физически, воплощении людей, но не ведем никакой физической войны. Помните, там оружие воинствование наше не плоские, но совершение, понимаете, о чем здесь говорится? А ну, есть. 2 Коринфянам, 10 глава, 3-5 стих. А я что сказал? 10 глава, 3-5 стих. Я уже просто не хочу включать у себя. Ибо мы, хотя воплоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования наше не плоски, но сильный Богом на разрушение твердынь, ими не спривергаем все замыслы и всякое превозрешение, восстающее против познания истины, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Не буду считать это умный перевод, но смотрите, здесь просто говорится, мы разрушаем всякие твердыни. Вот то, что сейчас мы понимаем, что в нашем разуме есть какие-то эмоции, есть какая-то обида, это та твердыня, которая мешает Божьей сущности через нашу прокладку разума пройти в наш дух и сердце. И что там сказано? И всякое превозношение, восстающее в том числе против познания истины, пленяем послушание Иисусу Христу. Каким образом мы уже услышали это сделать? Чтобы, как вывод, Ефесянам 3.20, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего того, что мы просим или о чем думаем. Ему слава и вовеки. О чем мы сейчас сегодня говорили? Мы говорили о том, что на нас лично ответственность за нашу жизнь здесь воплоти, за наши тела, за наш разум. Поэтому давайте просто сегодня подведем итог этого нашего общения, пребывания в Боге, этих свидетельств и помолимся за то, что Бог нам помог обновлять свой разум. Господь, мы благодарим Тебе за сегодняшнее общение с Тобой. Спасибо Тебе за Духа Святого, которым Ты сегодня проявлялся в словах, в песнях, в свидетельствах. Спасибо Тебе за кровь Твою, которую Ты омыл нас и наполнил нас. Мы прежде всего камемся за то, что мы где-то позволяли своим эмоциям, этим твердыням, которые наслаждены были, этому невежеству, этому ослеплению и дали будущее в нашем теле управлять нами, Господь, разделять нас, Господь, обижать и убивать кого-то. Мы молимся и просим прости за всякие семена, которые не Божьи, мы сеяли в свои тела, в тела наших родных и близких, в тела наших детей, просто аннулируй действие этих слов, поступков, мыслей, Господь. И мы знаем, что Ты, будучи верен и праведен, очищаешь нас от всякой неправды, Господь. Ты сказал и молимся, о Боже, честное сердце сотвори во мне. Помоги, помоги работать над своими эмоциями, над своим разумом, культивировать то, что необходимо, Господь. Показывай те сферы, которые ограничивают действие Твоей силы в тех сферах, которые нуждаются в реформации, в изменениях. Покажи, где необходимо делать нам что-то, а Ты действуй по нашему завету, с нами, Господь, в той сфере, где мы не можем действовать. Мы молимся о том, чтобы Твоя благодать покрыла нас там, где нам тяжело и там, где мы не можем это делать. И Ты дал нам силы преодолеть это поприще, совершить его и сказать, служение совершил, поприще исполнил. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за мир Твой Божий, за то, что Твоя любовь, Господь, она далее будет помогать нам, Господь, видеть друг друга, своих родных и близких, Твоей Божьей любовью. Мы не будем видеть недостатки, хотя знаем, что они есть, но мы будем покрывать их Твоей Божьей любовью. Мы будем работать прежде всего над собой, и мы знаем, что мы будем тем письмом читаемым, которым мы будем спасать тех, кто нас окружает во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что Ты слышишь и Ты уже ответил. И все мы скажем Аминь. Слава Тебе, Господь. И мы говорим всем, Отче наш, сущий на небесам, подсвятится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб насущий, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, иди уйди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Твое есть Сила, и Слава. Аминь. Все, с миром Божьим, до следующего воскресенья, и ждем вас в понедельник, и в четверг.